Ульяновский ученый Искандер Касимов Ульяновский ученый Искандер Касимов Покрышки все на всех машинах новые, плюс везде мы кладем запасные комплекты Когда машина доставит на передовую, фары придется снять Они отражают свет и могут привлечь внимание врага Бывает и так, что при попадании снаряда в бензобак топливо детонирует и машина загорается Об этом рассказали Искандеру военные Выход найден, конструкцию адаптировали к нужным условиям У АЗа идет два бензобака, мы один бензобак снимаем, один оставляем Но на него тоже не надеемся Выводим запасной всегда трубопровод в салон, в салоне канистра с топливом Ну так безопаснее У АЗики совершенствуют мастера своего дела, гоночные механики Машину купили под уставшие, бюджет, как сказано ранее, ограничен И без приключений не обошлось Превращение машин простых в боевые заняло несколько недель Далее испытания, тест-драйв, последние штрихи И помощники наших военных готовы отправиться на передовую Организаторы миссии подумали не только о механике, но и о духовной составляющей Обновленные УАЗа осветил владыка Лонгин Мы освящаем все, чем пользуется человек в своей жизни И тем более, если он пользуется в таких экстремальных условиях, военных условиях Конечно же, наши молитвы, молитвы всей церкви, молитвы всего народа, который умеет молиться О том, чтобы как можно больше жизни Господь сохранил На церемонии освящения присутствовал сенатор Сергей Рябухин Специальные военные операции уже перерастают, уже всенародное дело Потому что у людей все больше и больше приходит понимание того, что это не борьба с каким-то режимом Который совершил переворот в Украине В машину погрузили гуманитарную помощь и отправились на другую локацию В новом городе благословил в добрый путь председатель духовного управления мусульман Уважаемые друзья, уважаемые братья Сегодня, естественно, 23-й год Мы находимся в таком положении Наше государство Естественно, проходит специальная военная операция Сегодня наши друзья из Заволжья Дар нашим ребятам В том числе мусульманам, которые сейчас находятся на передовой Передают эти машины, которые стоят за нами Дай Аллах, чтобы все это послужило верой и правдой для них Некой опорой от нас Некой поддержкой На этих автомобилях портреты нашего героя Земляка Владислава Луконина Его не стало 7 марта прошлого года в возрасте 25 лет Прощались с Владом в доме офицеров со всеми почестями Крестный Владислава рассказал о парне подробнее Владик у нас рос мальчишкой очень любознательным, открытым, спортивным Занимался с детства тэквондо Участвовал в острове отважных Увлекался казачеством На Никольской горе присягу казачью принимал И вот как-то в школе В 10 классе Вдруг принял такое решение Сам для себя Звонит Саша мне Брат, Владик хочет поступать Поговори с ним Звоню сыну Чего такое, куда, зачем Владик, дядя Олег, я хочу как ты В Рязанское, в разведчике Лучезарный Так называют Влада те, кто его любят У него было много друзей Семья гордилась его успехами Папа Владислава сейчас представляет Комитет семей воинов Отечества Пережив горе, Александр Луконин Помогает другим сыновьям Нашим защитникам А Влад теперь духовно поддерживает тех, кто на передовой Там написано Анкелову дорогу, братишки С фотографией Влада Чтобы он их духовно сопровождал Был анкеловым хранителем Всех ребят, которые будут на борту этой машины Дай бог, чтобы они спасли много жизней Эти автомобили отправились в 31-ю бригаду и в 76-ю дивизию Миссия, в которой участвуют простые ульяновцы Представители власти, ученые и механики Наглядно показывает Идти к победе можно только вместе И никак иначе Виктория Черкова, Герман Баранов, Даниил Сурков Улправда ТВ